Продолжение следует... Он потерял ее в один миг, а сам оказался в кромежной темноте. Один. Тогда все думали, будто судьба раз и навсегда уложила великого дзюдоиста Олега Крецула на лопатки. Просто был сильный удар, и мне потом рассказали все это. Ну, головы там просто не было видно. Нельзя было определить, где глаз, где нос, где рот. Олег потерял любимую женщину, зрение и желание жить дальше. Ему казалось, что темнота накрыла его полностью. Но однажды Олег Крецула услышал голос, который будет сопровождать его всю жизнь. Он не мог видеть женщину, которая с ним говорит, но чувствовал. Это его судьба. И надежда на то, что все можно изменить. Вот Ксюша, да? Она дала мне новую жизнь, получается. Вторая жизнь, получается. Я как будто заново родился. Жить, играть и побеждать. Ради любви. Она толкает на подвиги и ведет на пьедестал. С этой дистанции легко сойти, потому что дисквалифицировать участника такой гонки могут в любой момент. Но люди, которым удалось ее пройти, в прямом смысле творят историю. Ведь истории без героев не бывает. Сердца чемпионов. За гранью темноты. 9 сентября 2008 года. Паралимпийские игры в Пекине. На татами выходит российский дюдаист Олег Крецу. Он не видит зрителей на трибунах, рефери, который объявляет начало боя. Но знает точно, сегодня он должен победить. В этом поединке Олег будет бороться не только со своим соперником. Он бросает вызов самой судьбе. Дзюдоист Олег Крецул. Легенда паралимпийских игр. Таких людей в мире не так много, реально. А людей, тотально слепых, с таким арсеналом бросков и уровнем дзюдо, я не знаю больше. Но мало кто знает, что это его вторая жизнь. Его настоящая карьера должна была развиваться совсем иначе. Все изменилось в одно мгновение, о котором Крецул не любит вспоминать. Но вряд ли когда-нибудь сможет забыть. В 15 лет он стал мастером спорта под дзюдо, а в 21 уже попал на Олимпиаду в Атланте. Вот так, бери руку, бери! Бери, бери, Олег, бери, бери, хорошо! Хорошо, ибо! 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 Ураган! Перспективному спортсмену даже предлагали остаться в Америке. Толпы поклонниц ходили по пятам за борцами из сборной. Однако Олег вернулся в родной Кишинев. Ведь дома его ждала любимая девушка Света. Она была азартная, она всегда приходила на соревнования, болела. Она всегда, ну, что придумывала, пойти в кино. После Олимпиады я приехал, решили на уже лет 97 году расписаться. Света и Олег, как вспоминают друзья, идеально подходили друг к другу. Оба веселые, азартные и неугомонные. Ради этой девушки Олег был готов на все. Многие женщины, девушки, желали бы с ним познакомиться. Но если не домогались, то, по крайней мере, оказывали знаки внимания. Он это чувствовал, он это знал. Да, он пользовался огромной популярностью у девушек. Затраты на молдавскую свадьбу, чтобы все, как говорят, было не хуже, чем у людей, превзошли все ожидания. Дзюдоисту пришлось продать землю, которую ему после Олимпиады выделили под строительство дома. Теперь у него действительно ничего не осталось, кроме любимой жены. Но борец был по-настоящему счастлив. Приезжая в соревнования, мы даже не рассчитывали на то, что он останется с нами, он всегда ехал к ней. Приезжал, брал цветы, ездил к ней. То есть первый вечер это был, всегда отдавался он свете. Отважный борец и душа любой компании, перед которым, казалось, открыты все пути. Таким был Олег летом 97-го года. Все подруги завидовали этой невесте, когда она вышла с крецулом из ЗАГСа. Во время свадьбы пошел дождь. Олег посмотрел на небо и сказал любимой, что это хорошая примета. Значит, жить они будут счастливо. Никто и подумать не мог, что их счастье закончится ровно через 9 дней. Лучший друг Олега, Виталий Глигер, вспоминает, что молодые отправились в гости к бабушке невесты. Олег, Света, ее брат, двоюродная сестра и подруга. Машина загружена под завязку. Что с ними произошло на обратном пути в Кишинев, никто поначалу не понял. Позвонил мне приятель и говорит, ты знаешь, Олег попал в аварию. Видимо, человек так создан. Он всегда верит в лучшее. Ну, авария, авария. Это можно ударить машину просто и... Не знаю. Но я очень надеялся на то, что с ними все в порядке. Свидетели рассказали, что машина Олега обгоняла автобус, а по боковой дороге на магистраль выезжал КамАЗ. По всей видимости, шофер грузовика резко рванул вперед, не глядя по сторонам. У Олега не было шансов. Он даже не успел нажать на тормоза. Честно говоря, я ничего не помню. Просто был сильный удар, и мне потом рассказали все это. Ну, я уже, конечно, очнулся в больнице. Уже там через две недели я был в анимации. Врачи проводили одну операцию за другой. В прямом смысле собирая Олега по частям. О том, чтобы спасать глаза, в первые недели даже вопроса не возникало. Когда мне сказали, что он остался слепой, я тогда помню, что вот тогда она меня нахлынула, я не мог сдержать слез. Я реально не понимал, что будет с этим парнем, который остался слепым. Для спортсмена диагноз полная потеря зрения прозвучал как приговор. Как жить дальше? Как примет эту новость любимая Света? На тот момент Олег еще не знал, что его жена и ее брат Павел погибли на месте аварии. Олегу решились рассказать об этом только через 40 дней. Да что я мог сказать? Я сказал, чтобы они отвезли меня прямо туда, к родителям. Надежда Присажникова потеряла в этой аварии двоих детей. Мама, Маленька, добрая. Ты давно ждешь? Да. Моя хорошая. Давно ты меня ждешь? Да. Я приезжаю сюда, мы едем на кладбище с ней сюда. Ну, она для меня осталась мамой, и я всегда буду ее поддерживать. Жизнь жестока. Ему казалось, что жить больше незачем. Олег не мог найти точку опоры в прямом смысле. Как ориентироваться в пространстве человеку, который внезапно ослеп? Чем заниматься? Ведь в его жизни не было ничего, кроме спорта, от которого Олега отрезала непроницаемая тьма. Ничего не хотелось. Он похудел на 30 килограммов. Не мог передвигаться без посторонней помощи. Спортсмен, который никогда не проигрывал, больше всего боялся оказаться беспомощным и никому не нужным. Я вам скажу еще одно. Ничего не хотелось, если бы не друзья, то не знал, что с ним было бы. Друзья всегда были рядом. Именно друзья уговорили Олега зайти в родной спортивный зал. Просто посидеть на тренировке. У Олега тогда не было никаких даже мыслей о том, чтобы вернуться в спорт. И у меня не было никаких мыслей. Мы просто приходили на тренировку, мы там тренировались, он качался, он качался с нами. Он мог выйти на ковер, пощупать ковер. Олег не мог видеть, что происходит на тренировках. Но постепенно он словно бы на слух стал воспринимать общую картину. Различал голоса борцов. Понимал, какие приемы они отрабатывают. Он был внутри этого мира, но вернуться в него не мог. Если бы не этот зал, то не знаю, что со мной было. Этот зал меня вытянул, вернул опять в спорт. Спасибо этому залу. Может быть, из-за того, что была такая трагедия, мы постоянно его опекали, постоянно его сопровождали, не оставляли наедине. Даже дома мы родителям сказали, чтобы они его не выпускали из виду. Постепенно Крецул стал выходить на улицу. Заново разучивал знакомые с детства дорожки. До магазина, до спортивного зала. Решился даже посетить с друзьями любимый бар. И здесь он услышал голос, который раз и навсегда изменил его жизнь. Любовь с первого года не может быть, да, потому что я не вижу, да. Я просто, вот не знаю, как будто сердцем почувствовал, что это мое. Но разве у него могли быть шансы? Какая девушка теперь обратит на него внимание? Олег точно знал. Надеяться не на что. Почему Оксана, в то время студентка медицинского института, одна из первых красавиц на факультете, вдруг почувствовала симпатию к Олегу? Она и сама объяснить не может. Он был достаточно таким веселым, активным и не производил впечатления подавленного, слабого, убитого жизнью человека. И этим, наверное, как бы заинтересовал. Вообще, это парадоксальная ситуация, когда у него, во-первых, зубов не было. Эти шрамы, зашитые, не знаю, ногой, наверное. То есть он весь такой был перешит, шрамы на голове. В общем, такой он был, ну, тяжелое зрелище, понимаете. И он шутил, то есть он еще заигрывал с девчонкой. Ну, вот это вот харизма, его обаяние, он этим, видимо, Оксану и взял. В тот вечер Олег действительно преобразился. От угрюмости и депрессии не осталось и следа. Друзья вспоминают, что он не отходил от Оксаны. А когда пришло время разъезжаться по домам, не хотел отпускать девушку. Причем мы нагрузили эту машину, там, в автомобиле, там, несколько человек сзади, там. И получается так, он сел, и он говорит, ну, давайте, девочки, кто ко мне сядет на руки? И девчонки так как-то смутились, ну, тоже они не хотели, видимо, его обидеть. Говорит, ну, не знаю, кто ему. Давай только, ну, если она красивая. И Оксана смотрит, и говорит, ничего себе, парень такой, он, самооценка какая у него высокая. Оксана говорит, что с Олегом они моментально сошлись характерами. Их роман развивался стремительно. С ним она увидела другой мир. Подними руку! Олег впервые вывез ее на отдых за границу. Снимай тебе, Оксана! Ну, он красиво ухаживал, дарил цветы, приглашал в кино, в ресторан. Мы гуляли, ездили, путешествовали. Вскоре после встречи с Оксаной произошло то, что многие назвали бы чудом. На друзей Олега вышли представители Паралимпийского комитета России. Крецл не верил своим ушам. Для слепых дюдаистов есть соревнования. И значит, он может вернуться на татам. Ко мне подошел тренер сборной России. Говорит, ты откуда? Мы тебя ни разу не видели. Я бы сначала на Европу поехал, чтобы поборолся на Европе. За кого? За Россию уже. За три года в сборной России он не проиграл ни одного поединка. Чемпион Европы. Обладатель Кубка мира. Победитель всемирных игр слепых в Канаде. Казалось, для него нет ничего невозможного. Готов? Тем более, что в тот момент рядом с ним была уже не только Оксана, но и его первенец, Олег. А вскоре жена подарила и дочь. Сейчас Крецл говорит, что лучше нескольких секунд триумфа на пьедестале для него могут быть только те моменты, которые он проводит со своей семьей. Его сын ходит в футбольную секцию. И не важно, что Олег не видит, как играет его мальчик. Спортсмен уверен. Главное, чтобы сын знал, что папа на трибуне. Когда матч у него всегда, ну, старается находить свободное время, чтобы он видел, что папа болеет за него. Давай! Переживает. Или сделать так, чтобы на день рождения его дочери пришла половина школы. Просто потому, что папа снял для нее лучший караоке-клуб в городе. Давай, давай, быстрее! В этот день его дочь Юля чувствует себя настоящей принцессой. Сам Олег появляется в клубе всего на пару секунд, чтобы не смущать детскую компанию. Какие игрушки! Не ваши! Не ваши вы такие! Это моя радость, моя гордость. Мои дети я их очень люблю. Оксана говорит, что отца, который бы так нежно относился к своим детям, надо еще поискать. Когда они только познакомились, она и подумать не могла, что суровый борец может стать таким трогательным папой. Возможно, иногда за какой-то вот такой оболочкой какого-то твердости, какой-то скалы, например, может быть, кому-то кажется. Внутри очень такое доброе и мягкое сердце, готовое и стремящееся всегда поддержать и помочь людям, если кто-то нуждается в помощи. Олег говорит, что чувствовал. Жена и дети внимательно следят за его успехами. Он просто не мог их подвести. Крецл усиленно готовился к Паралимпиаде в Пекине. Спортсмен хотел доказать себе и всему миру, что он никогда не сдастся. С 2000 до 2004 до Олимпиады в Пекине шел как броневик. Я чувствовал себя очень хорошо. Что, мой ртуг? Это бороться сегодня шутка. Будем бороться. Посмотрим. Мне было все равно. Зрячее, незрячее. Видит он, не видит. Я шел вперед. Но судьба снова сыграла с ним злую шутку. Крецл должен был выйти на татами 9 сентября. Для Олега это роковая дата. И роковое время. В 17.00 случилась та самая авария, разделившая его жизнь надвое. Он всегда помнил, как просто потерять все за одно мгновение. Олег говорит, его самое страшное воспоминание – это вечер перед автокатастрофой. Я вспоминаю сразу этот, как они танцуют и улыбаются мне. И на следующий день мы уезжаем и разбиваемся. В последний день отдохнули, потанцевали и ушли. Олегу предстояло бороться не только со своими старыми страхами. В финале его ждал бой с одним из самых сильных борцов в этой категории. Его соперник Тофик Мамедов, чемпион Европы, в отличие от Олега, плохо, но видел. И это давало азербайджанцу несомненное преимущество. И я помню, когда мы выходили, я говорю, Олег, будет ли у тебя еще шанс жизни выйти в финал Олимпиады? Не факт. Крецл вспоминает, что чувствовал, за него в тот день болеет не только Оксана. Как будто кто-то свыше, кто-то, кого он потерял 11 лет назад, был уверен, Олег не должен проиграть. Сначала две минуты ждал его, сначала, чтобы он начал выводиться с себя. Когда он с себя вышел, уже начал дергаться, прыгать на меня. Я начал обыгрывать, и его наказали пару раз. Когда прозвучал финальный удар гонга, его первая мысль была, кто победил. От напряжения он почти не слышал голос рефери, не мог видеть трибуны. Темнота, как тогда, 9 лет назад, в разбитой машине. Олег Крецл не знал, что в эту секунду его соперник в отчаянии бросил на ковер свой черный пояс. Ведь Мамедов, в отличие от Крецла, видел финальные цифры на табло и имя того, кто стал победителем игр. Оксана с трудом дозвонилась до любимого. Она знала, как ему важны слова восхищения именно от нее. Был вообще со самым состоянием аффекта. Наверное, еще сам не понимал, что произошло. Он не сознавал до конца, вот какого триумфа он добился. Ему едва исполнилось 33. Он уже чемпион Паралимпиады. Эта победа вдохновила Крецла. И теперь перед ним новая цель. Паралимпиада в Лондоне. Но произошло то, чего Крецл запланировать не мог. В Лондоне у него была тоже, просто не знаю даже, как это назвать, это злой рок. Олег пожаловался, что у него там что-то поваливает плечо перед встречей. Он ему делает укол ледопеина. И Олег, выходя навстречу, в безобидной ситуации, он просто вываливается из суставной сумки плечо. И с одной рукой, получается, бороться уже невозможно. Он не понимал, что происходит. У него рука торчала. Вправить он не может, вставить не может. Не знает, как. За кулисами паралимпийских игр тренер и врачи команды отчаянно пытаются оказать первую помощь борцу. Крецл не может выйти на ковер, потому что во время поединка рука спортсмена в буквальном смысле выскочила из сустава. И только сейчас тренер объясняет, как все было на самом деле. Разрыв связок в Лондоне был следствием тяжелой болезни, которую у Олега обнаружили сразу после игр в Пекине. Считайте, почти два года после Пекина он лечился. Мало того, он умудрился выиграть чемпионат мира и чемпионат Европы в таком состоянии, когда для него подтянуться было очень сложно. Но смириться с таким поражением Олег не захотел. После курса реабилитации он продолжил тренировки на ковре. Работает на износ. Его самоотдача просто феноменальна. Он не щадит себя. Это я говорю с полной ответственностью. У меня проблемы из-за этого с ним. Его новая цель – игры в Бразилии. Олег уверен, что этот поединок с судьбой он способен выиграть. Ведь за него люди, которые подарили ему новую жизнь. Прежде всего я горжусь своим мужем, потому что он является примером для очень многих людей и является вообще гордостью. Для своей семьи Олег Грецул всегда будет чемпионом. Как бы ни сложились обстоятельства в этих боях вслепую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова